Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся. Братья и сестры, давайте помолимся. Братья и сестры, давайте помолимся. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Господь благословил нашу веру и начнём. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. В несколько дней Париж опустел и стал неузнаваем. Запертый, немой, мертвый, брошенный на произвол судьбы красота и богатства. Всюду пустыня. Лишь куя где встречались последние запосталые беглецы, нагруженные поклажем в банике бегущей к заставу. Этот страшный год Владыка, в отличие от всех, остался в городе. Я дал распоряжение священникам приходов не покидать. Нельзя бросать в храмы их и хажа, которым некуда деться. Добрый пастырь и наемник от волков не бегает. От слов слабого, больного Владыки, веет силой дух и светлым покоем надежды на Бога. Через 30 лет, как когда-то, в великолепной Почаевской лавре, в дни приближения австрийских войск вновь зазвучал, но теперь уже в Париже, в скромном церковном домике, архипастерский призыв к мужеству, долгу, церковной дисциплине. Призыв этот и тогда, и теперь, выдушевляла надежда на заступление Пресвятой Богородицы. Обычно веселый, светлый Владыка в годы оккупации Парижа стал сумрачен, озабочен, печален. Владыку осаждали немцы, которые именовали себя докторами разных наук. Осаждали ему вопросами о гонениях на церковь в России, что-то записывали в свои карманные книжки и уходили. В это опасное время Владыка осторожно ведет церковный корабль. В беседах с прихожанами чувствовалось его сострадание русскому гору. Горящее, пламенное и с новой силой пробудившаяся в его душе любовь к своему народу. Буквально бредил Россию. В России подлинное могучее дерево. Мы здесь лишь тонкие веточки. Вернуться. Вернуться. Наша подлинная церковь. Наша национальная церковь была и есть. И я плоти и крови своей преодолеть не могу. Владыка говорит теперь всегда о России. Не может не говорить о ней. И, по-видимому, его чувства и переживания глубже и сильнее, чем можно их выразить словами. Береза. Силы года России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Весной цветы и родины слезы текут у берез по стволам. Береза — символы России, печалью и радость земли. Веками песни дарили с поклоном к березе все шли. Весной цветы и радость земли. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо большое за просмотрение Симон. надеюсь что вам было интересно с нами спасибо всех нас прихожан всех участников этого концерта мы хотим конечно пригласить на сцену сюда отца александра батюшка олег матушка катерина матушка она мы вас очень любим хотим вас вообще поблагодарить вас за за ваш труд за ваш подвиг за вашу любовь к нам и за ваши молитвы и хотим пожелать многое многое благое лето Аплодисменты. Аплодисменты.